29 мая Институт вычислительной математики и информационных технологий и Институт математики и механики имени Николая Ивановича Лобачевского КФУ представили к защите стратегию своего развития. Посвященную этому встречу открыл проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. Мы должны понимать, что мы работаем в Казанском федеральном университете и каждый институт у нас должен иметь свое лицо с тем, чтобы, ну, как на любом рынке, рынке образования, рынке науки, мы должны позиционировать сами себя. Все-таки, когда имеется свое лицо, своя особенность, это всегда является привлекательным, особенно для абитуриентов, для студентов. Первым свой доклад зачитал Максим Хромаченко. В Институте математики и механики имени Лобачевского КФУ работает 170 сотрудников и занимает он более 2000 квадратных метров в компусах университета. Институт обеспечивает подготовку специалистов по трем уровням – бакалавриат, магистратура и аспирантура. На момент защиты дорожной карты здесь учатся чуть более 500 студентов. По мнению проректора по образовательной деятельности КФУ Дмитрия Таюрского, институту стоит четче сформулировать план развития и поставить должные цели для продвижения института в мировых рейтингах. Вторым дорожную карту представил Сергей Мосин. В первую очередь он рассказал о технологиях, которые предстоит развивать в ближайшее время, и о ресурсах, которые планируется привлечь к достижению поставленных целей. В своей дорожной карте мы ориентировались на крупные федеральные программы и проекты. В частности, это приоритетный проект ВУЗы как центры пространства создания инноваций, победителем которого Казанский федеральный университет стал. И, собственно, те показатели, которые там ожидаются в качестве основных результатов, мы определили для себя в том числе как цели. План развития предполагает продвижение через образовательную деятельность института в перспективе открытия новых образовательных программ по магистратуре, в том числе и в партнерстве с другими институтами КФУ – экономистами, педагогами и социологами. Аспект развития образования у нас в приоритете и, собственно, за прошедший год мы провели серьезную работу по открытию новых программ магистратуры. В частности, совместно с Институтом экономики, управления и финансов были запущены к реализации в наборе текущего года три магистрские программы. Роль математики и информатики для Казанского университета трудно переоценить. Именно поэтому в КФУ работают сразу три института, ориентированных в этом направлении. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова